Привет, что читаете? Сегодня я дежурная по чтению Александра Устинова. И в этом выпуске я вам расскажу о новинке Книжного фонда Дворца книги, книге Алексея Иванова «Табол. Многозваных». Алексей Иванов – писатель, сценарист, автор бестселлеров, географ «Глобус пропил», «Общага на крови» и «Ненастье». Он работает в самых разных литературных форматах. Современная городская проза, мистический триллер, исторический эпос и роман «Табол. Многозваных» в двух увесистых частях, потому что в нем сошлись и исторический эпос, и детектив, и мистический триллер. Они шли на восток бесконечно долго. В заунывном однообразии пути можно было поверить, что земная твердь скоро незаметно пойдет под уклон, и они, идущие на восток, потихоньку окажутся уже в пределах преисподней. Но преисподняя никак не начиналась. Впереди, под тучами, один с другим медленно проступали из холодной снежной мглы какие-то сизые горные хребты. И все продолжалось, все тянулось, все не заканчивалось. Это непомерная Россия. Впереди, под тучами, один за другим, медленно проступали из холодной снежной мглы какие-то сизые горные хребты. И все продолжалось, все тянулось, все не заканчивалось. Это непомерная Россия. Неизбывная и неотвратимая, как страшный суд. Туда, в бездной России, были вереницы пленных шведов. Санные дороги ползли сквозь глухие и непробудные леса, катились по льду неизвестных рек. Хлестал в югами тоскливый март 1711 года. По заметенным трактам в Сибирь шагали подданные короля Карла XII. Король Гордон называл себя последним викингом, но никакие викинги, ни первые, ни последние, никогда не забирались в такую немыслимую даль. В страны Гога и Магога, в царство псагланцев и гибельную Гиперборею за пределами Айкумены. Среди пленных были безбровые от артиллерийского огня канониры, у которых под стенами Полтавы полопались перекаленные стрельбой орудия. Были рослые гренадеры, которые на дымных лугах в Орску расшвыряли во врагов все свои гранаты, а потом бежали обезоруженные. Были иссеченные шрамами мушкетеры, которые на редутах отбивали русские атаки, поткнув длинные штыки богинеты в горячие стволы мушкетов. Были усатые другуны, у которых перед ретраншметтом царя Петра кортечью перебил лошадей. Были надменные офицеры, которые с поля боя отступили до берега Днепра и, настигнутые на переправе летучим русским корвалантом, сдались, бросив свои шпаги под копыта казачьей конницы. А еще в Сибирь уходили обозники шведской армии. Они спасались бегством после поражения короля и увязли в болотах, заблудились в лесах. Это были повара, фуражники, конюхи, лекари, писали провиантской службы, оружейники, фурманы, покинутые господами лакеи, цирюльники, побенки-маркентанки, солдатские жены и вдовы, которым без войска некуда было приткнуться, полковые потаскухи, музыканты, карточные шулеры. Их всех ждала Сибирь. В коморке московского фельдкомиссариата Таберту довелось-таки поговорить со старым графом Карлом Пипером, начальником королевской походной канцелярии. И граф, качая париком, грустно поведал, что их, королинов разного калибра, в русском плену тысяч двадцать, а то и тридцать, целая армия. И царь Петр безжалостно отправил ее осваивать дикие окраины своей неизмеримой державы. Филипп Юхан Таберт фон Страленберг, капитан померанского полка принцессы Ульрики и Леоноры, был отправлен на поселение в город Тобольск в составе команды из сотни военнопленных и десятка солдат конвоя. В защитном кармане Камзола Таберт нес на груди рекомендательное письмо графа Пипера, альдерману шведской общины в Тобольске, капитану Курту фон Фреху. Команда Таберта вышла из Москвы уже год назад, в мае 1710 года. Шведы добрались до города Вятки, он же Хлынов, и застряли там до Рождества. Русские власти не выплатили конвойным солдатам жалования, а шведский фельдкомиссариат не выслал пленным денежного содержания, обещанного королем Ирикстагом. Ссыльным и их охранникам оставалось просто сдохнуть с голода, поэтому они нанялись работать на пашни и покосы богатых монастырей Вятки. Осенью вятский комендант Степан Траханимов нажаловался новому симбирскому губернатору князю Гагарину, что шведы не уходят в Тобольск, потому что у них ни гроша на дорогу нет, а сидят в городе в съезде избе и пьянствуют поганцы со своими нищими сторожами. Князь Гагарин был жнат на дочери коменданта и внял жалобе тесте, прислал 300 рублей на провиант и одежду, дал шведов в долг из своего кармана. И вот теперь пленные шагали по ледяной дороге реки Вишеры по старому сибирскому тракту, так зимой был ближе до города Верхотуги. Тоберт догадался, что эти покатые лесные кручи вокруг с заснеженными скалами на вершинах легендарные Рефейские горы, о которых рассказывал Птолемей. Только нет здесь ни мрачных кемерейцев, ни свирепов и скифов, здесь живут русские, а страна здешняя окраина Великой Татарии. Тоберт оглядывал своих товарищей, уже и не узнать воинов короля Карла, лица темные, обветренные, распухшие от холода, многодневные щетины, и солдаты и офицеры одеты в русские обноски, рваные армяки, облезвые полушубки, зипуны и тулупы, у которых прорехи выворачиваются грязной овчиной наружу, камзолы под рваньем, поверх чулок и коротких штанов киотов надеты плотные крестьянские порты. Башмаки с медными пряжками все шведы давно обменяли на вылочные сапоги с кожаными подошвами. На головах жуткие русские триухи. Впрочем, Тоберт и сам обматывал голову бабьим платком, но поверх все равно водружал треуголку с кантом. Пускай жизнь скотская, нельзя превращаться в скотов. Русские солдаты ничем не отличались от шведов. Даже свои ружьи они сваливали в обозные сани, в которых везли провизию и скарб. За индивелой лошади тоже казались пленными. В их гривах и хвостах блестел лед. Краймуха Тоберт прислушивался к ворчанию солдата Цимса, который придирался к жене, стройной, красивой и замкнутой женщине. «Бригитта, я знаю, ты прячешь серебряный рикскадрль, отдай его мне». «У меня его давно уже нет, Михаэль», стерженно отвечала Бригитта. Тоберту не нравился Цимс, здоровенный, тупой, рыжий, нанявшийся в армию, чтобы грабить и насиловать. На войне он начал много пить и даже в плену исхитрялся найти себе пойло. В начале пути Тоберту дью его мундир. Прорехи старательно заштопаны женой, но голуны ободраны, и вместо 32 оловянных пуговиц со шведским львом, десятых деревянных русских пуговиц. Цимс пропевал все подряд. «Ты потеряла мои рукавицы, Бригитта, у меня мерзнут руки. Это дикая страна, я ее ненавижу. Отдай мне свои чулки из шерсти, я натяню их на руки». «Не отдам, я видела, как ты проиграл рукавицы в кости, Михаэль», и громко и терпеливо отвечала Бригитта. За Цимсом и его женой шли два русских солдата, старый и молодой. Старый солдат, его звали Савелий, на ходу курил трубку, а молодой Юрка грыз сухарь. Тоберт уже неплохо понимал по-русски. «Савелий, где сегодня ночлег?» «Записанным камнем деревни, верст пять еще. Но постоял он дворе или по избам?» «По избам». «Давай затащим Бригитту к себе, хорошая баба. Сначала ты мне ее подержишь, потом я тебя подержу». «О чем ты, кроме баб, ты умеешь думать, Юрка?» «Старый ты дурак, Савелий, огорчился Юрка. Это ты дурак, ты на войне бывал?» «Ну не бывало, что я в Воронеже царское подбище охранял». «А они все бывали». Савелий вытащил из-под усов трубку и указал чубуком на шведов. «Они живых людей, кого ли рубили. Ты хочешь их обидеть? Ежели они замутуют, нам не отстреляться, понял?» Тоберт нисходительно усмехнулся. В своей книге автор рассказывает об одном из самых интересных периодов российской истории. Когда Петр I решил изменить привычные устои российского государства по лекалам европейского стандарта, противники взбунтовались по всей России. Особенно рьяно сопротивлялись в Сибири. Это было время, когда творилась история российской Азии. Да что там Азии? Всей России. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, офицеры, чиновники, шаманы, бухарские купцы, православные миссионеры. Все они творили историю Сибири, и об этом и сложил свой роман пеплом Тобол Алексей Иванов. «Что русские, что шведы, все они здесь сильные и подневольные. Плена нет, есть странная необходимость прожить часть жизни в этих отдаленных и гиблых краях». Так распорядился Фатун. Его капитану Тоберту 35. «Он в расцвете сил, он здоров, у него острый юм, ему все интересно. Значит, он должен суметь извлечь пользу из того, что людям попроще кажется несчастьем». Тоберт думал об этом, потому что вереница пленных на льду реки напоминала ему другое шествие – позорный парад каролинов, устроенный в Москве царем Петром. После всех побед Петр решил увенчать себя триумфом, словно римский цезарь. О Риме Тоберту красочно рассказывал товарищ в полку капитан Ягон фон Кронхельм. Ягон – славный юноша. Несколько лет проучился в Псальском университете, но бросил учебу, вдохновленный свершениями короля Карла, и ушел воевать за монарха. Ягон убили под Полтавой. Русские собрали несколько тысяч пленных в селе Коломенском, близ Москвы, старой столицы государства. Царь Петр сам составил регламент шествия. В Москве воздвигли семь триумфальных арок. Под клики народа через них должны были пройти победители и убежденные. Тоберт помнил, как студенам декабрьским утром их пленников выстрели в колонну и приказали снять верхнюю одежду, чтобы горожане увидели красивые мундиры с блестящими голунами и шитьем, с подвернутыми на крючками полами, с отворотами рукавов и плетеными кистями. Офицеры надели парики, пышные львиные гривы. Гренадеры шли в высоких шапках-стрюках с медными пластинами на лбу. Свежой и просторно разливался свет, клюквенно-водянистый, будто размороженный. Бронзовое ядро солнца топило синий лед небосвода своим голым и горячим астрономическим телом и пунцово подсвечивало столбы печных дымов над заснеженными крышами. На подворьях-предместьях мычали коровы, прихали собаки, пели петухи. Издалека жидким стеклом наплывал слитный звон сотен московских колоколов. Город ждал зрелища. Деревянная Москва оказалась безразмерной, как целая страна. Улицы, пролоки, заборы, хоромы, заборы, хоромы, крылечки с лестницами, кабаки, сады, часовни, торговые лавки, башни, площади, поленицы, мосты, бани, церкви, чистаковы, кладбища, дворцы, пепелищи, виселицы и толпы. Толпа народа в громоздких и неуклюжих одеждах, краснорожие и бородатые мужики в шапках, толстые бабы, девушки с ярко нарумяненными скулами, священники, лакеи, азиаты, старики с палками, дворяне на конях, купцы возле санных карет, мальчишки на крышах амбаров. Шествие двигалось сквозь город и гомом. Хрустел снег под ногами, скрипели ремни амуниции. Впереди шли музыканты, били в литавры и дули в гобои. За ними гордо ехала конница и маршировали колонны Семеновского полка в треуголках, синих мундирах и красных чулках. Лошади в синих попонах везли пушки. Солдаты несли склоненные знамена шведов, подметая ими снег. Яркие разноцветные полотнища с крестами, львами и рыцарскими шлемами. Среди семеновцев на коне медленно ехал старый граф Адам Ливенгаут, генерал. Это он подписал капитуляцию под Полтавой. На нем был черный парик и мятая кераса. Его коня подузды вел мальчик в кафтане семеновца. А за стройными рядами гвардейцев, вызывая восторг толпы, ехали сани, запряженные оленями. И в санях царский придурок Выменга, французский шут Вымени, подаренный Петру польским королем Августом. Выменга гримасничал подвижным морщинистым лицом, высовывал язык и кривлялся. Он изображал короля, корова XII. За шутом тащилась севита. Два десятка калмыков, наряженных дикими самоедами, тоже на санях с оленями. Дескать, вот какой сумасброд этот шведский король. Потом Таберт узнал, что это было последнее представление Выменги. Ночью на царском перу каждый из вельможных пьяниц хотел поднять чарку с карлушкой, и несчастного безумца Выменгу запоили до смерти. Царь Петр был очень доволен своей выдумкой шутом. Царь ехал на любимой кобыле Лизетти по главе преображенского полка. На Петре был мундир полковника, в котором Петр под Полтавой водил в атаку батальон, и шляпа, простреленная пулем. Преображенцы шагали в зеленых мундирах с алыми подкладами, с желтыми лентами через плечо. На руки они повязали банты. Среди них, на коне, подобно генералу Левенгаупту, уехал надменный фельдмаршал, граф Карл Реншильд, командующий шведской армией. За преображенцами уже двигались пленные шведы. Сначала генералы-полковники, затем офицеры рангом пониже, унтер-офицеры и солдаты. Огромная колонна, составленная без разбора полков и родов войск. Над колонной возвышался граф Пипер, походный министр. Его везли на дорогах с огромными колесами. Он сидел в кресле, а перед дорогами пленные гвардейцы несли пустые носилки короля Карла и захваченные русскими королевский штандарт. Это означало, что шведский король – пустое место. Бесконечная шумная толпа стояла по обе стороны улицы, в которой тянулось шествие. Таберт рассматривал этих людей. А русские упивали зворадством и превосходством. Они хохотали, свистели, тыкали пальцами, указывая на генералов и знамена. Улилюкали, лепили снежки и швыряли в шведов. Снежки били пленным в грудь, в плечи, в спины, в лица, сшибали шапки. Самые точные и обидные попадания толпа встречала взрывы миликований. Офицеры злобно отворачивались и ругались, вытирая платками кровь из разбитых носов. Честь не позволяла офицерам склонить голову, но солдаты гордились и прикрывались руками. А капитан Филипп Юхан Таберт фон Страленберг, конечно, раздраженный снежным обстрелом, вдруг понял, что не чувствует себя униженно, как того хотел царь Петр. Для русских пленные шведы были кем-то вроде лесных зверей, которых заловили под Болтавой и привезли сюда на потеху. Но зверинца оказалась, так сказать, обоюдной. Вот что думают наши читатели. Сложное ощущение от романа. С одной стороны, погружение в Петровскую эпоху, но не столичную историю, а историю оствоения Сибири. Совсем новая для меня и очень интересная тема. С другой стороны, остались маленькие болезненные занозы. Роман настолько большой, что были опасения, что увязну в нем как в войне и мире или тихом доне. Несмотря в наушительные размеры, читается роман пеплом увлекательно, хотя иногда тебя ошарашивает большое количество архаизмов, специальных терминов или местечковых словечек, которые автор щедро рассыпает на страницах книги. Роман Табол не обошел стороной кинематографию. В феврале 2019 года вышел фильм, снятый по мотивам лишь одной сюжетной линии романа. Самому автору фильм не пришелся по вкусу и отзывы о нем неоднозначны. Но сравнить и получить собственное представление вы сможете, если прочтете книгу в читальном зале Дворца книги. А вы читали Иванова? Делитесь в комментариях. Иванова? Делитесь в комментариях. Иванова? Делитесь в комментариях. Иванова? Делитесь в комментариях. Продолжение следует...